Всем привет! Я рада вас всех приветствовать! Меня зовут Екатерина. Я сегодня буду пересаживать вот это вот растение. Это королева зимнего цветения. Я еще ее называю принцессой на горошине. Это камелия. У нее сезон цветения завершен. Она уже активно пошла в рост. Ее необходимо пересадить. Конечно, у меня есть и камелия, и другие растения, которые тоже необходимо пересадить. Но я все делаю постепенно, поочередно. Сегодня очередь именно вот этого растения. Я, кстати, ее уже отнесла в ванную комнату, намыла от пыли. И в момент купания я ее завернула вот в такой пакет. Для того, чтобы водичка не попадала из-под крана в грунт. Поскольку камелии это не жалуют. И мне нравится наше качество воды из-под крана. И поэтому перед поливом обязательно водичку нужно отстаивать. Ну, а сейчас давайте подберем для нее субстрат. Правильный, верный. И горшочек. Пересаживать будем вот в такой горшочек. Я люблю, кстати, вот эти горшки. Они из такого плотного пластика. Я, кстати, у нас в магазинах не могла найти. Пришлось заказывать через интернет. Мне нравятся у них размеры. То есть предыдущий размер это вот такой. Как раз будет самое то. Конечно, мне нравятся больше всего белые горшки. Но белых почему-то нет. Сейчас продажи я искала. Нет. Это только вот такие цвета почему-то. Ну, и давайте сейчас будем подбирать для нее субстрат. Камелия у нас культура кислотолюбивая. И для нормального роста и развития ей требуется кислой реакции почвы на уровне PH 4,5-5,5. Я купила себе новый грунт. Кислотный смотрим PH 3,4,5. Подойдет. Это торф у меня. Верховой торф. Новый грунт. Такой еще не использовала. И у меня также оставался еще старый грунт. Сейчас покажу. Будем смотреть PH. PH 5,5,3. Подойдет. Я доиспользую свой сейчас старый грунт. И добавлю новенького. Также добавим перлита обязательно. Так, это вот у меня старый остатки. Такой вот. И новый я заказала себе. Вот такой торф. Кислый. Сейчас все это размешаем. Игорь Негода. Так, ну что, грунт мы с вами замесили в тазике, так, по-моему, замесили, что запылили всю камеру, и поэтому желательно надевать хотя бы маску, идеальный, конечно, респиратор, поскольку вот эти вот вещества, агроперлит, да, он начинает витать в воздухе и попадает к нам в наши легкие. Я надеваю хотя бы маску в этот момент, ну, может быть, конечно, она мало защищает, но все-таки, да, и сразу же прохожусь, опрыскиваю, опрыскиваю все, грунт можно немножечко тоже, чтобы все вот эти частички, они немножечко осели. Я люблю это все делать на полу, на коленках, мне так удобно, мне так комфортно, и вот этот вот маленький песик всегда со мной при пересадках присутствует, это мой хвостик, он за мной ходит, он наблюдает, как я занимаюсь, как я пересаживаю, то есть он всегда со мной. Мне кажется, он уже, ну, очень много знает про растения. Так, давайте сейчас мы с вами добавим карамзита, я признаюсь, я его не мою, я все кладу так, просто я знаю, что кто-то моет его. Так, много не надо, ну, так будет достаточно. Ну, и начинаем аккуратненько освобождать нашу камелию. Корни оплели уже весь дренаж, также вылезли из отверстия дренажного, аккуратненько освобождаем грунт. Аккуратненько освободили от старого грунта, от дренажа, корни у нее красивые, все здоровые, все замечательно, я думаю, что она перенесет пересадку тоже хорошо. И сейчас начинаем наполнять горшочек. Я решила, кстати, еще на дно, у меня есть долгоиграющее удобрение, немножечко положу капелюшечку. Вот, чуть-чуть. Примеряем. Кстати, корневую шейку, помним, что мы корневую шейку не заглубляем, то есть как был у нас грунт насыпан, так и сыпем. Ну вот и все, пересадка у нас завершена. Камелия теперь в новом домике, вот в таком горшке, в новом домике. Я очень надеюсь, что она очень скоро освоит новый грунт корнями. Не освоит, а начнет осваивать новый грунт. Очень хорошо приживется. Там сейчас, кстати, водичка в поддоне после полива. Я сейчас ее солью и отнесу камелю на свое место, на балкон. Спасибо тебе, что ты досмотрел это видео до конца. Я очень надеюсь, что это видео сподвигнет тебя на пересадку своего какого-то растения, которое, ну, очень давно требует пересадки. Я желаю тебе только добра и только мира. Всем пока-пока, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok